Стави стопы нашей геланью заповеди Твоих, молитвен причистия Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос истинный Бог наш, молитвен причистия Своей Матери, святых славных и святых апостолов, преподобных богоносных, как Отец наших и всех святых помилует и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Анатого Устова, Псалом 94. Предстанем лицу его со словословием. Нам надлежало бы скрыться под землей, не видеть солнца и даже не пользоваться воздухом. За то, что имея столь милосердного владыку, мы раздражаем его, раздражая, даже не раскаиваемся в том. Он и в гневе своем не только не имеет к нам ненависть и отвращение, но и гневается для того, чтобы хотя бы таким образом привлечь нас к себе. Ведь если бы он, будучи оскорбляем, воздавал тебе одними благодеяниями, то ты еще более бы стал презирать его. Чтобы этого не случилось, он на время отвращает от тебя лицо свое, чтобы соединить тебя с собой навеки. Итак, одушевимся надеждой на его человеколюбие. Принесем усердное покаяние, прежде нежели настанет день, который самое покаяние не повесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда приговор над нами будет во власти одного судьи. Итак, предстанем лицу его со словословием. Будем плакать и рыдать. Если мы прежде дня Господнем умилосимым судью, чтобы он отпустил нам согрешение, то не будем подлежать суду. В противном случае, каждый из нас, пред лицом всей Вселенной, приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой надежды получить прощение. Никто из живущих на земле, не получив разрешения в грехах, по переходе в будущую жизнь не может избежать истязаний за них. Ну а как здесь преступники из темниц приводятся на суд в оковах, так и по отшествии из этой жизни все души приведутся на страшный суд, обремененные различными узами грехов. Подлинно жизнь настоящая ничем не лучше темницы. Подобно тому, как входя в темничный дом, мы видим всех обремененных оковами, так и теперь, если устранив весь внешний блеск, войдем в жизнь каждого, то увидим, что душа каждого обложена узами тяжелее железных, особенно, если взойдем в души богатых. Подлинно, чем большим они владеют богатством, тем более и уз на них. Аминь. 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 Аминь.